В Сиродиле, в городке Анвил, в котором вроде бы всё спокойно, в последнее время всё больше распространяются слухи о некой банде, которая грабит лишь представителей мужского пола. Звучит подозрительно, и об этом мы можем подробнее узнать у Мейлоны и Гогана. Их дом, кстати, находится неподалеку от ворот к порту, и зайдя внутрь, мы можем сразу же заметить, что они оба дома, и стоит спросить об этом прямо сейчас. И если подняться наверх и узнать, что происходит на самом деле, то у Мейлона есть кое-что для нас. Не поможешь ли вытащить из беды моего мужа Гогана? Конечно, что он сделал? Поверь мне, ему очень нужна помощь, чтобы выбраться оттуда, куда он вляпался. Знать, что он попался на удочку этой банды... Ах, я готова убить его! Извини, я тут болтаю, а ты, похоже, ничего не понимаешь. Сейчас я всё объясню. Продолжай. Женщины из этой банды используют свои чары, чтобы заманить мужчин в уединённое место, где грабят их до нитки. Это продолжается уже довольно давно. Городская стража мало что может сделать. Ограбленные мужчины настолько этого стыдятся, что не хотят сообщать о преступлении. Возьми, например, моего бестолкового мужа Гогана. Их прелести заинтересовали его больше, чем мои. Что о банде? Когда Гоган был... С женщинами, они забрали у него нечто очень ценное. Нет, это не то, о чём ты думаешь. Когда они заманили его в своё логово, у него была с собой фамильная драгоценность, колечко, подаренное ему в день нашей свадьбы. Это кольцо моей матери. Оно в нашей семье уже несколько поколений. Я готова отдать все деньги, что у меня есть, лишь бы вернуть его. Сто золотых. Ты сможешь помочь нам? Думаю, да. Я помогу тебе. Спасибо. Боюсь, я мало чем буду полезна. Но я сделаю всё, что смогу. Какие сведения ещё о банде? Могу сказать только, что лучше всего начать с полного кубка. Это таверна за городскими стенами, прямо на берегу. Возможно, Гоган сможет сообщить тебе ещё какую-нибудь информацию. В полном кубке найдёшь всё худшее, что может предложить Ангел. Будь всё время на чеку. И Гогану теперь не отвертеться, и он должен признаться нам содеянным. Что ты хочешь? Банда. Вижу, моя жена не может держать язык за зубами. Да, это так. Эти сирены отняли у меня фамильное кольцо. Мне стыдно вспоминать об этом происшествии, но не настолько, чтобы не просить твоей помощи. Я сидел в полном кубке, когда туда вошла самая очаровательная женщина Норд из тех, что я видел. А за ней не менее красивая женщина имперец. Мы перекинулись парой фраз, и я последовал за ними на ферму. Когда мы вошли внутрь, они попросили меня снять одежду и всё остальное. Ну, я сделал, как они просили. А затем они обнажили оружие и ограбили меня. Они отправили меня домой почти голым, шлюхи. Пожалуйста, помоги мне вернуть кольцо. Я хочу сохранить то, что ещё осталось от моего брака. И выйдя в порт, мы сразу же натыкаемся на таверну с плохой репутацией, полный кубок. Но, несмотря на это, место довольно-таки популярно. И если мы войдём внутрь, то увидим довольно много народу. Но под описанием пока никто не подходит. Может поискать на втором этаже? И тут мы замечаем, что за нами кто-то плетётся. Кто это? Неужели та самая Норбка? Я раньше тебя здесь не видела. А, и ты тоже одинок? Как это грустно. Впрочем, если тебе интересно, думаю, мы можем решить эту маленькую проблемку. Понимаешь, мы с Фаустиной здесь тоже совсем одни. Мы ищем компанию. Похоже, ты именно то, что нам нужно. Я скажу тебе вот что. У нас есть уютная ферма недалеко отсюда, где мы могли бы, ну, познакомиться друг с другом ближе. Значительно ближе. Я помечу её местонахождение на твоей карте, чтобы ты не забыл, где нас искать. Давай встретимся там в одиннадцать вечера. Я обещаю устроить тебе ночь удовольствий, которую ты не скоро забудешь. На карте, оказывается, отмечена ферма Гведена, которая, кстати, находится недалеко от Анвела. И, дождавшись одиннадцати ночи, при входе нас сразу же встречает Фаустина, сообщница Сигни. Вижу, ты решил принять наше предложение. Хорошо. Я рада видеть тебя. Сигни скоро придёт. Уверена, мы найдём себе занятие, пока её нет. Что ты там стоишь? Наверняка тебя стесняет эта одежда. Давай сними её и положи вон там, на столе. Боюсь, так не пойдёт. Что? О чём ты говоришь? Разве ты не хочешь развлечься? Давай же, не бойся. Или ты здесь зачем-то ещё? Мне нужно кольцо Гогана. Чёрт. Я так и знала. Ты работаешь на городскую стражу? Я не думала, что они настолько глупы, чтобы послать тебя сюда в одиночку. Но раз так, мне надо было догадаться ещё тогда, когда скупщик сообщил мне, что кольцо подделка. Оно ничего не стоит. Это всё часть плана стражников, я думаю. Ладно, девочки. У нас гость, который не хочет сотрудничать. И тут преступницы нападают на нас, не оставляя нам другого выбора, кроме как разобраться со всеми. И задание обновлено. Но не выполнено. Что же нас ждёт дальше? Мы так и предполагали, что ты удивишься, увидев нас в униформе. Вижу у тебя озадаченный взгляд. Спрашивай. Банда? Что о ней? На самом деле, Гоган и я городские стражники Анвела. Можно сказать, что мы работаем под прикрытием. Мы пытались разоблачить банду Фаустины несколько месяцев. Но каждый раз, как мы допрашивали ограбленных ими мужчин, жертвы отказывались говорить. Разбойницы выбирали женатых мужчин именно по этой причине. Мы решили, что есть лишь один способ остановить банду, подослать к ним чужака. Мы выбрали для этой роли тебя. Сожалею, что всё окончилось кровопролитим, но ясно, что рано или поздно кто-то бы всё равно пострадал. А что насчёт Фаустины? Мы здесь всё приберём. Тебя это не должно волновать. Я уверена, что у тебя не было другого выбора. Если когда-нибудь окажешься в Анвеле, заходи, поболтаем. Да, пожалуйста, не рассказывай никому, что мы стражники. Славная работа! Вот твоё вознаграждение, как я и обещала. Внезапно мы узнаём, что Мейлона и Гоган на самом деле являются стражниками и прикидывали всё это время. И вроде бы квест закончен, и золото мы получили, но не спешите, друзья. Для начала соберём как золото, так и ключ с трупов банды. Как мы видим, они довольно-таки хорошо подготовились. Мы можем поговорить в очень банвеле. Нужно ещё многое сделать здесь. И зайдя в подвал, мы можем в одной из комнат увидеть кое-что интересное. Спустившись вниз, напротив, мы видим склад. И что же там мы видим? А там мы видим всё награбленное этой банды. Так же, как и одежда, золото, письма и различные дорогие ценности. Тут же оказывается маленькая сокровищница, которую нужно вскрыть с помощью отмычки. Отмычки. Забираем всё себе. Золото поднимаем. Всё это теперь наше. Тут же мы можем найти и любопытную вещь. Железная кераса Пинаруса. Которая на самом деле не так-то проста. Она стоит в два раза дороже, чем обычная железная кераса. И её можно выгодно продать. И даже если мы починим ржавую железную керасу, то это ничего не изменит. А показатели брони, кстати, у неё на один выше. тут же мы находим туфли Хенриха. Кстати, кто это? Кто знает, где этот Хенрих и где его можно найти? Напишите об этом в комментариях, друзья. Рядом, кстати, мы находим письмо, в котором говорится «Я не могу дождаться минуты, когда я увижу тебя сегодня вечером. Каждый день думаю о том, когда мы встретимся снова. Твоя настоящая любовь». Кто это? Хм? Напишите об этом в комментарии, если знаете. А на соседнем столе мы увидим том похотливой органианской девы. Вы знаете, кто это? Думаю, вы читали эту книжку, правда? А на этом, пожалуй, всё, друзья. Спасибо всем за внимание. Вот такой вот сегодня у нас квест интересный. Думаю, он вам понравился. Оцените, пожалуйста, ролик лайком, дизлайком. Всем спасибо и удачи.